Что надеть на работу, в гости к подруге или на праздничный вечер? Этот вопрос женщины задают себе в любом возрасте. И не важно, что у тебя уже пятеро внуков и пара правнуков. Женщины высокого возраста следуют моде, несмотря на годы, семейное и материальное положение. В этом сезоне очень актуальная тема. Отрезная парень и талия с поперечными карманами спереди, шареном воротником фигурной формы, переходящей в планку из основной ткани. Тщательно подобранные наряды, макияж, укладка и правильная походка. У них, женщин высокого возраста, претензий к своей внешности не меньше, чем десятки лет назад. Каждая из них знает, чего хочет от одежды. Скрыть возрастные изменения фигуры, обеспечить комфорт и, конечно, радость от отражения в зеркале. Именно они стали участницами первого в дефиле «Забытая магия одежды». Необычный показ моды устроило отделение Союза пенсионеров России к 85-летию округа. «Округ держался на таких людях. Трудяги. Все. Разных профессий. И чум работница, и учительница, и социальная работница. Всякие разные. И вот мне хотелось показать, что и модельки-то они замечательные, и трудяги, и бабушки. Ну, в общем, все в одном». Модный показ готовился целых два года. Когда Союз пенсионеров выиграл грант, сразу приступил к поиску моделей и закройщиков. С каждой участницей проводили консультацию, делали обмеры, подбирали ткань. Ее специально покупали в столичных магазинах. Как заметили модельеры, индивидуальность – одна из особенностей наринмарских женщин в выборе одежды. «Из советского времени, вы сами прекрасно понимаете, что практически индивидуально, чтобы быть индивидуальностью, можно было шить у кого-то где-то. Соответственно, люди даже где-то как-то привыкли шить именно этого возраста. Ему хочется выделиться. Это хорошо». Сегодня ассортимент одежды в магазинах дает все шансы остаться замеченной. Брюки или юбка, сарафан или платье, всевозможные фасоны, цвета и ткани. Здесь главное – соблюсти баланс красоты и практичности, говорит участница дефиле Александра Титова. Она хорошо помнит, как студентка и сама мастерила себе наряды. В ее гардеробе всегда были самошитые платья и юбки. Каждый год непременно участвовала в ситцевом балу – в смотре изделий клуба «Рокодельниц». «Очень красивые, яркие у всех были. И вот такое было, что я первое место заняла – это платье. Поэтому я была с мужем. Вальс танцевали». Каждая участница получила в подарок подиумный наряд и аплодисменты от зрителей, которые еще раз подтвердили общеизвестный факт – женщина может быть прекрасной в любом возрасте.